МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем большой привет! В эфире студия 11. Программа, которая дарит отличное настроение. Как всегда, мы подготовили для вас позитивные новости и полезные лайфхаки. То, что вас зарядит на целый рабочий день. Давайте же начнем. День Арктики. Что в программе? Приглашаем наших читателей-гостей на разные площадки. Нечего надеть? Отменяется. Советы от ювелирного стилиста. Просто пройдись по своему дому, посмотри в каждом уголке, где ты найдешь сережки, где-то брошку, и все это разложи перед собой. На Карском море в бухте Макарова найдены следы самого загадочного и древнего народа Арктики – Сихертя. Красноярские археологи раскопали жилища, построенные под землей площадью почти в 150 квадратных метров. Там обнаружили орудия труда, сделанные из костей животных. По преданиям ненцев, Сихертя были маленького роста. Жили в курганах, ездили на мамонтах и умели обрабатывать металл. Ученые считают, что древний народ Арктики проживал вдоль всего побережья Северно-Ледовитого океана и вел морской промысел. Памятник уникален тем, что бухти Макарова – это самый северный объект подобного рода и самый восточный. До этого памятники такого типа были известны на острове Ямала. Все самое интересное смотрите в программе «Киноугория» сегодня в 19.00 на Юргане. Стихтывкария в Национальной библиотеке Коми готовится к Дню Арктики. Он пройдет в конце февраля. Уже сейчас читатели могут познакомиться с изданиями, которые посвящены покорению Северного полюса. Более подробно о программе Дня Арктики узнал наш коллега Северин Арпов. Марина, расскажите, как будет проходить День Арктики в этом году? В этом году День Арктики с Национальной библиотекой будет проходить 28 февраля в Доме Дружбы народов, Лемнина, 74. Вся программа у нас начнется с 12 часов. Она очень обширная, разнообразная. Мы приглашаем наших читателей, гостей на разные площадки. С 12 часов у нас начнут функционировать все выставки. Одна из них, мне кажется, очень достойная внимания. Выставка будет посвящена Владимиру Николаевичу Королеву, недавно ушедшему из жизни, которую называли «Зырянский шпаро». Он организовал экспедиции, в том числе арктические. Будут представлены экспонаты из его личной коллекции, в том числе бутылку, которую он в 70-е годы выкидывал из Ушпицбергена, и которая была найдена в Норвегии. Также для тех, кто очень любит азартные игры, мы подготовили полярный квиз, где можно узнать о буднях полярников, об арктических исследователях, вообще об Арктике. Это будет командная игра. Мы тоже приглашаем всех желающих принять в ней участие. Еще у нас будет одна очень серьезная площадка. Она будет называться «Трансграничное сотрудничество Северного измерения». Это очень интересный проект Карелии и Финляндии. У нас в России, по крайней мере, будет представлен. И вот на опыте этих двух регионов будет рассказано о том, как интересно можно взаимодействовать с двух разным странами на приграничных территориях. Еще из интересного и очень, мне кажется, значимого, это будет презентация национального атласа Арктики. Вот он сейчас перед нами, да? Да. Очень большой такой фолиант. Давайте я возьму его в руки. Марине передам микрофон. Расскажите, Марине, что это такая большая, красивая очень книга. Вообще Арктику сейчас считают сундуком с сокровищами, потому что этот регион еще полностью не исследован, но тем не менее уже говорят, что здесь содержится пятая часть всех пресных запасов воды, несметное богатство драгоценных металлов и полезных ископаемых. Вот этот труд готовился в совокупности 11 министерствами Российской Федерации, всеми регионами, которые входят в арктическую зону. Здесь можно увидеть карты, здесь можно увидеть пояснения, космические снимки, различные нюансы, о которых вы даже, может быть, не задумывались, когда произносите слово «Арктика». И флора, и фауна. Снимки очень красивые, иллюстрированные. Я думаю, что этот атлас найдет своего читателя, и столько сведений в одном месте собрано. Это, конечно, очень достойный, такой скрупулезный труд, который мы как раз презентуем на нашем дне Арктики. То есть можно сказать, что это в некотором степени уникальная, да, такая книжка? Уникальная, и у нас в библиотеке, например, я так полагаю, что не так много вообще экземпляров в Республике Коми. Библиотеки, он такой один. В рамках Дня Арктики будет представлена интересная книга, о ней нам расскажет Галина Поташева. Галина, что за книгу вы будете показывать? Ну, я начну издалека. Два года назад те, кто были нашими гостями на Днях Арктики, встречались с легендарным полярником Виктором Ильичом Боярским. И тогда мы услышали мужской взгляд на Антарктиду. И он, кстати, сказал, что женщинам в Антарктиде не место. Ну, я думаю, что, может быть, он даже прав, потому что в таких суровых экстремальных условиях действительно женщинам делать нечего. Но мы пригласили уникальный легендарный женский лыжный отряд, единственный в мире, и все эти эпитеты нисколько не пафосно громко звучат по отношению к ним. Называется он «Метелица». Это женщины, которые дошли до Южного полюса, трижды побывали в Антарктиде, Арктику исколесили вдоль и поперек. Исходили, наверное, да? Изъездили. Исходили на лыжах, да. Таща за собой сани с грузом, с питанием и палатками. И вот эти женщины расскажут о своих путешествиях и представят свою книгу. Книга не очень новая, 2011 года, но вышла ограниченным тиражом, и нам удалось заполучить к себе всего лишь 10 экземпляров. И будет возможность у счастливчиков некоторых ее приобрести, получить автографы. Не совсем у авторов. Валентины Кузнецовой, к сожалению, нет уже в живых. Это женщина, которая была бессменным лидером команды «Метелица». Приезжает ее дочь Ирина Кузнецова, которая также участвовала, как только подросла во всех путешествиях. И приезжает Светлана Самара. И я хочу сказать, что эти женщины, они не просто так путешествовали, они проводили уникальные эксперименты. Эти эксперименты легли в основу методики реабилитации инвалидов. И сейчас существует фонд «Метелица», как раз который занимается этой реабилитацией. Что говорили те, кто узнал, что вот группа женщин собирается идти на лыжах на Южный полюс. И они говорили, что вы сумасшедшие, вы не дойдете. Там, наверное, были такие... Причем, наверное, скорее всего, со стороны мужчин. Когда они собирались вот пешком идти по Антарктиде, им сказали, что если вы даже три дня пройдете, это будет уже такой подвиг, вообще неповторимый. Они прошли 57 дней. В первый раз и, по-моему, 72-й. И о том, как они шли, конечно, лучше их никто не расскажет. Но я хочу сказать, что я читала и Виктора Боярского, и эту книгу «Метелица». И отличается женский взгляд какими-то бытовыми вещами, деталями, отношением к животным, как они замечали. Давайте напомним, когда это будет встреча, когда можно будет прийти пообщаться. 28 февраля, Международный день холода. Мы проводим традиционно День Арктики. В этом году он будет в Доме Дружбы Народов. Встреча с группой «Метелица» будет в 16.30. Светлана Самара, руководитель фонда «Метелица» благотворительного, и Ирина Кузнецова, фотограф этого клуба «Метелица», которая сделала массу фотографий, и я надеюсь, что она привезет и покажет их нам. Друзья, приходите обязательно на встречу, пообщайтесь с представителями этого уникального отряда. Может быть, вы загоритесь желанием посетить оба полюса нашей планеты и тоже напишите свои мемуары на эту тему. А мы пригласим вас на презентацию книги в нашу библиотеку. Ждем всех. Андрей, со своими друзьями мы уже обсуждаем, где же провести отпуск. Одни отправятся к морю, другие в горы, а я поеду в деревню. У нас в Коме можно отлично отдохнуть. Рыбалка, грибы, ягоды, природа. Знаешь, Настя, это действительно так. Я вспомнил одного юного блогера, который рассказывает о жизни в Коме. Недавно он был на каникулах в Ижимском районе и записал видеоролик. Давайте с ним познакомимся. Сейчас пойду позавтракаю. Мой любимый деревенский завтрак – это ленивые вареники. В 400 грамм творога разбить 2 яйца. Перемешать. Добавить пол десертной ложки соли. Перемешать. Добавить 1,5 стакана муки. Перемешать. Получившуюся массу раскатать в муке в колбаску и разделить на куски. Около 15 минут варить, и завтрак готов. А комфорт? После вкусного завтрака обязательно ездил, а иногда и ходил в лес. 31 декабря, несмотря на любой прогноз, день последний календаря постучится к нам темором. Так и добрался на другой берег реки Печора. Если в Москве очень мало снега, то здесь, в республике Коми, его предостаточно. Вот сколько упало уже до середины зимы. Солнце я ловил по полной программе. На лыжах ездил в лес и еще с братом на горке катался. По лесу проехал около 2 километров. Уже так чувствуется, руки чуть-чуть подзабились. Раньше Коми охотники, мою прадеду еще, по 40 верст каждый день гоняли. У каждой семьи была своя тропа. И они по этой тропе ходили, охотились. У сосны нужно собирать такие маленькие почки. Из них потом вырастет шишка. Вот. Я их собираю полностью веткой. Ах, как колит. Так беру, ломаю и полностью веткой собираю. Потом ломаю эти маленькие почки. Их завариваю. Вкусный, тонизирующий напиток получается. Солнце садится. Потепнело, скорее всего. Снег начал падать. Андрей, раскрою тебе дамские секретики. Наш шкаф готов к любым приключениям. На зажигательные вечеринки, карнавальную ночь, на работу. А вот если посмотреть в шкатулку с украшениями, вроде бы есть и такие боссы. И вот такие сережки мне мама подарила. А надеть-то все равно нечего. Настя, в этом вопросе совета я дать тебе не могу. А вот ювелирный стилист точно знает, что нужно делать. Он и поможет навести порядок в шкатулке. Когда открываешь шкатулку с мыслью, что тебе нечего надеть, нужно провести разбор шкатулки. И это необходимо сделать даже тогда, когда кажется, что украшений совсем нет. Просто пройдись по своему дому, посмотри в каждом уголке, где ты найдешь сережки, где-то брошку, и все это разложи перед собой. Еще перед тем, как начать разбор украшений, нужно подготовить большое зеркало, всю одежду, в которую ты выходишь из дома, для того, чтобы примерять с это украшение вместе с одеждой, чтобы получались целостные образы. И освободи место на телефоне, чтобы можно было фотографировать себя уже в собранных образах и перед выходами из дома посмотреть на фотографию и быстро собраться. Разбор украшений мы начинаем с того, что раскладываем все украшения, которые у нас есть, на три группы. Первая группа украшений, которые мы носим и нам нравится, вторая группа украшений нам нравится, но мы почему-то не носим, и третья группа украшений мы не носим и нам не нравится. Плотно работать мы будем со второй группой, нам украшения нравятся, но не носим, будем выяснять причины, почему так происходит. Одна из причин может быть, что мы носим это украшение постоянно на одном и том же месте, например, брошь на правой стороне груди. то брошку можно перенести в какое-то новое место, например, на шапочку, на сумку или на карман брюк. Еще одна из причин, почему не носится украшение, оно сломалось. Тогда его можно попробовать починить самостоятельно или отнести в мастерскую. Третья причина. У украшения нет напарника. Тогда можно посмотреть среди украшений первой группы и третьей группы. Возможно, удастся с чем-то это украшение сочетать. Но если там ничего не нашлось, то тогда можно занести в список покупок на ближайшее время. И последняя причина. Вам кажется, что украшения не актуальны. Например, вы достаете из шкатулки бузы и кажется, что они делают из вас бабушку. Тогда можно сочетать их с чем-то более актуальным, например, с цепью. Вы замечали, что время летит стремительно? А вот когда мы чего-то ждем, например, чудо, то это так утомительно. Настя, чудо ждать совсем не нужно. Давай сотворим его сами. А пока узнаем, что ждет нас во второй части программы. Музыкальная схватка. Кто победил в битве хоров? Так как петь практически каждый человек может с детства, мы решили вот такую битву хоров устроить. И эта битва у нас уже продолжается третий год. Книги с любовью. Как стать участником в день дарения книг? Обязательно участвуйте в акциях. Дарите книги своим близким, знакомым. Говорите, как это круто читать. Не зря говорят, что хоровое пение с давних времен – это часть жизни. Пели всегда. В моменты отдыха, работы, праздника. И наши дни не исключение. Люди любят петь. Вот в селе Зеленец и Ктавдинского района уже по традиции провели битву хоров. Во время выступлений чувствовалась атмосфера творчества. А с какой теплотой поддерживал зрительный зал? Наш коллега Северин Арпа наблюдал за ходом музыкальной битвы. В холодный зимний вечер в ДК села Зеленец было жарко. Здесь состоялась битва хоров. Лариса, расскажите, как вообще родилась идея битвы хоров? Эта идея во мне вообще сидела давно, потому что наше село очень поющее, очень творческое, интересное. И многие коллективы, именно рабочие коллективы, желают участвовать в каких-то творческих конкурсах. А так как петь практически каждый человек может с детства, мы решили вот такую битву хоров устроить. И эта битва у нас уже продолжается третий год. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на фестивале в конкурсе вокального творчества «Битва хоров!» В первом туре коллективы исполняли песни о Великой Отечественной войне. Горит и кружится планета Над нашей Родиною дым Эй, встречай, победай, поздравляй Милыми руками попрепче обнимай Второй тур был посвящен детским песням. В завершающем третьем туре участники исполняли песни Аллы Пугачевой, после чего жюри удалилось подводить итоги. Сейчас самый ответственный момент, друзья, подводятся итоги. Представляется номинация команд, команды, конечно, волнуются. Здесь мы в жюри уже знаем, кто победитель. Но остается командам только ждать. Все получилось очень ярко, весело. Впрочем, как и все. Гран-при «Битвы хоров» – переходящий кубок достался творческому коллективу «Зеленецкой птицефабрики». Но и остальные участники не ушли с пустыми руками. Через год они снова сойдутся на этой сцене, чтобы подарить зрителям новый праздник хоровой песни. Андрей, какой для тебя лучший подарок? Сегодня, когда в продаже есть все, что угодно, выбрать становится все сложнее. Но неизменным лучшим подарком будут знания. Это книга? Все верно. Кстати, совсем недавно появился праздник – Международный день дарения книг. Российское движение школьников запускает акцию «Подари книгу». Более подробно об этом событии нам рассказал волонтер Михаил Найдин. Михаил, здравствуйте. Добрый день. В который раз проходит эта акция в нашей республике – книга дарения? Акция книга дарения проходит уже с 2014 года. Я даже хочу вам рассказать, как появилась эта акция. Эта акция сама зародилась в Америке. У одной домохозяйки три ребенка. Один из сыновей спрашивает, почему люди не дарят книги просто так, то есть без какого-то повода. Она задалась этим вопросом и организовала такой праздник – День книга дарения. Она распространила информацию в социальных сетях, ее поддержали знакомые, друзья, другие люди. Собственно, таким образом и зародился вот этот вот прекрасный, по-моему, День книга дарения. Кто является организатором именно в нашем регионе этой акции? В нашем регионе – это региональное отделение Российского движения школьников в нашей республике. А по России – это Росдит-центр и также Российское движение школьников. То есть у вас достаточно большая команда, которая помогает в реализации этой акции, этого праздника. Да, конечно. У нас команда, так сказать, всероссийская, большая. Какова цель акции? Что вы хотите добиться от нашей молодежи? Мы хотим привлечь молодежь к прочтению книг, наверное. И второе – это привлечь действительно их читать на книге на бумажных носителях, а также привить им бережное отношение и ответственное отношение к книгам. Как вы считаете, у нас молодежь в республике, в городе читающая? Мне кажется, да. Я сам хожу по библиотекам и часто вижу молодежь, там и взрослые, и дети. И как бы, мне кажется, у нас хорошо развита книга чтения. То есть популяризация идет успешно? Ну, мне кажется, нужно еще таким интенсивным способом развивать это направление. Я знаю, что акция будет проходить в трех форматах. Вот давайте более подробно поговорим о каждом формате. Вот первый формат, что там будет? Да, акция у нас запускается по Российской Федерации в трех форматах. Первый формат – это когда ученик дарит книгу своему другу, однокласснику, взрослому, родственнику или каким-нибудь образовательным учреждениям в той же самой библиотеке. И обязательно подписывает, почему именно эту книгу стоит прочитать, и чем она будет интересна автору. Не автору, а то есть уже читателю. Читателю. Второй формат? Второй формат – это у нас… Мы проводим в образовательных организациях ярмарки. Каждый ученик, взрослый, может, даже родитель ученика принести, может, книгу, оставить ее на этой ярмарке и взять любую другую. Ярмарка бесплатная. Ярмарка, конечно, бесплатная. И что там? Он также подписывает, почему эту книгу стоит прочитать и чем она будет интересна. Также на этой ярмарке можно провести конкурс на скорочтение, то есть между учениками, кто сколько слов прочитает за одну минуту. И третий формат? Или это уже был третий формат? Нет, это все второй формат. А третий формат – это формат книга на вырост. То есть тот же самый взрослый уже ученик, он дарит свою любимую книгу первоклассникам или детям, которые уходят в детский сад. Ну, это можно уже сделать через родителей. И так он формирует любовь к чтению у детей. И, наверное, показывает своим примером, как нужно читать и что нужно читать. Какие разные форматы у этой акции. Михаил, скажите, я знаю, что в нашем регионе, в нашем городе есть такое понятие, как классная встреча. Вот от других регионов мы отличаемся. Что это за классная встреча? Кто на этой встрече встречается? Кто что рассказывает? Расскажите более подробно. Ага. Ну, классные встречи, они распространены по всей Российской Федерации. Ну, мы этим направлением занимаемся так углубленно. Мы стараемся проводить классные встречи по многим мероприятиям, по весомым датам, которые у нас в календаре есть. Например, у нас сейчас классная встреча вообще, что это такое? Классная встреча – это возможность для каждых школьников встретиться с деятелями культуры, с деятелями, профессионалами своего дела. То есть, как они добились своего успеха. Школьник может задать вопрос, на который получит ответ. Такая диалоговая форма. Так кто же будет в этом году на этой классной встрече? Классную встречу в этом году мы организуем с юношеской библиотекой. И на нее придет Галина Васильевна Бутырева. Это коми-поэт. Она также известна как политический деятель. Она начинала вообще свою деятельность еще в Ударском районе. Она была педагогом. Потом она переехала в Сыктывкар, была журналистом, как и вы. А сейчас она уже занимается такой общественной деятельностью. Но она также была еще министром по делам национальной политики и еще заместителем главы Республики Коми. Давайте подытожим. Сама классная встреча будет 14 февраля или ранее? Так, классная встреча будет 14 февраля в 15.00 в юношеской библиотеке. Так что всех ждем наших учеников. И всех вообще призываем участвовать в этой акции. Акция «Книга дарения». Она будет до 14 февраля. Да, обязательно участвуйте в акциях. Дарите книги своим близким, знакомым. Говорите, как это круто читать. Потому что есть такие люди, которые сейчас не читают, пользуются электронными книгами. А мне кажется, лучше, когда бумажный вариант, когда вы чувствуете книгу и представляете образы, которые там написаны. Ну что, Михаил, мы с вами сегодня говорим о книге, о книге дарения. У меня есть для вас подарок. У меня тоже есть для вас подарок. Я желаю вам успехов РДШ, успехов всем организаторам. Пусть вот эта акция пройдет хорошо, уверенно и будет жить не только сегодня, но и всегда. Все-все года. Это вам. Давайте. Спасибо большое. Мы для вас тоже приобрели вот такую книжку. Тут скороговорки и поговорки. Думаю, в вашем деле это обязательно пригодится. Тут еще вот наша эмблемочка российского движения школьников и с пожеланиями. Обязательно прочтите. Спасибо большое. Спасибо. Если зеркало души – это глаза, то по глубокому убеждению косметологов зеркало здоровья – это кожа. Она требует немало внимания. За кожей нужно ухаживать особенно тщательно, ведь что ни говори, а она всегда на виду. Ну с чего же начать? Правильное очищение – первый шаг в уходе за кожей. А более подробно о самом важном этапе ежедневного ритуала красоты расскажет косметолог. Основные этапы ухода за кожей независимо от ее типа. Первое, на что мы делаем акцент – это очищение. Что мы используем в домашних условиях утром либо вечером? Это может быть молочко в утреннее время. Берем небольшое количество молочка, либо средство, которое предназначено для вашего типа кожи. Мягкими круговыми движениями наносим на лицо, шею и зону декольте. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы очистить нашу кожу после сна. Для того, чтобы подготовить ее к последующим нанесениям крема и макияжа. Мягкими круговыми движениями разносим средство, не растягивая при этом кожу. Затем смываем водой. Во время умывания, во время нанесения крема мы всегда помним о том, что все движения делаем по массажным линиям от центра к периферии. Берем тонизирующее средство. Точно так же от центра к периферии протираем лицо, шею и зону декольте. Тонизацию мы можем делать двумя способами. Как нанося тоник дисками, так же и орошая лицо, просто вколачивая тоник в кожу. Легкими похлопывающими движениями можно до небольшого покраснения. Затем мы наносим крем. В зимний период времени мы, как правило, ориентируемся на питание в дневной период времени и на увлажнение в вечернее время. В вечерний период времени крем наносится более толстым слоем. Через 20 минут он промакивается салфеткой. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы не получить нежелательную для нас отечность. Подводя итог, все, что нам необходимо помнить о ежедневном домашнем уходе. Полноценное очищение, тонизация и нанесение крема по типу вашей кожи. Друзья, мы подарили вам хорошее настроение. Не забывайте улыбаться. Пусть сегодня сложится этот день так, как хотите именно вы. Желаем вам успехов. Это была Студия 11. Пока, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова